В то время как все отказываются от 5 и 25 дюймовых отсеков, Залман воспользовалась возможностью, чтобы по-новому взглянуть на традиционную компоновку слотов расширения Сан-2. Этот корпус Мид Тауэр специально предназначен для создателей контента и рабочих станций, пользователям которые не хотят зацикливаться на обычно скучном массовом рынке офисных корпусов. Спереди расположен отсек для дисков размером 5,25 дюйма и вентиляционные отверстия под ним. Сняв крышку, вы можете увидеть, что спереди установлены два вентилятора диаметром 120 мм, след подсветкой, с пластиковой сеткой перед ними, которая выполняет функцию полевого фильтра. Задняя часть Н2 выглядит довольно традиционно с отсеком для блока питания внизу. Также в комплект входит один 120 мм вытяжной вентилятор. Основное отделение Zalman N2 обеспечивает место для видеокарты длиной до 360 мм и процессорных кулеров высотой до 155 мм, в то время как нижнее отделение вмещает блоки питания длиной до 18 см. Варианты хранения данных включают два лотка 3,5 или 2,5 дюйма и два боковых крепления спереди для 2,5 дюймовых накопителей и одно дополнительное крепление за лотком материнской платы. Три USB порта Type-A и разъемы HD-аудио расположены на передней панели. Корпус изготовлен в основном из стали и ABS-пластика, левая боковая панель выполнена из акрилового пластика. Передние два вентилятора диаметром 120 мм расположены один над другим, чтобы обеспечить равномерный приток холодного воздуха и постоянное давление, что в свою очередь способствует выводу горячего воздуха через заднюю панель. В данный корпус можно установить материнские платы разного размера вплоть до форм-фактора ATX. В стандартную комплектацию входят шестигранные гайки для крепления материнской платы и винты к ним. Кожух блока питания перфорирован и имеет крепление для одного 120 мм вентилятора. За корпусом материнской платы до боковой панели имеется 18 мм свободного пространства для прокладки кабелей. В правом верхнем углу имеется огромное прямоугольное отверстие для крепления усилительной пластины процессорного кулера. Боковая панель из акрила легко снимается и устанавливается снова. Этот процесс предельно прост и безопасен для пользователя. Я проанализировал отзывы реальных покупателей и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Вначале расскажу об отрицательных моментах. Мало места под кабель-менеджмент. Нельзя менять цвета подсветки. Тонкий металл. А вот что покупатели оценили больше всего. Доступный. Продуваемый. Вместительный. Три вентилятора в комплекте. Пылевые фильтры. Стильный. Тихий. Боковое окно. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии это лучшая поддержка для нас. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке мы оставили в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!